Всем добрый день! Сегодня опять будем шить женскую блузку из мужской рубашки. Рубашка вам должна быть подходящая по размеру, чтобы вы не трогали боковые швы, чтобы работы было поменьше. Я отпорола уже карманчик. Теперь отрезаю рукава и отрезаю воротник. Вот так выглядит наша рубашка. Теперь отрезаем кокетку по полочке и по спинке, чтобы она нам не мешала. Будем подкраивать спинку, полочку будем видоизменять. Так, теперь подготовим выкройки. Спиночка устраивает полностью. Выкройка полочки. Выточку с плеча переводим в пройму. Так, ну вот примерно отсюда. Сюда линию проводим. Так, от линии проймы 6,5 см получается. Разрезаем. Здесь склеиваем. Почему я так сделала, сейчас объясню. Значит, у нас по полочке будет вот такая кокеточка. И здесь у нас будут складочки и защипы. Ну, насколько нам позволит ткань. Я люблю, чем больше, тем лучше. Значит, здесь у нас будет рюшек. Здесь тоже вот так разрежем сейчас. Немножко сгладим. Так, это у нас спинка, рубашка сложена в два раза. Центр спинки. Проймочка. Центр полочки. Размещаем нашу выкройку. Спинка на спинку. Прибавим по сантиметрику на швы. Так, полочка. Получается, здесь вот шов не совпадает. А мы подвинем сюда. Вот таким образом. Все, выкраиваем. А верхнюю часть нашей блузки будем выкраивать с рукавчика. Вот так у нас получилось. Здесь я решила вот таким образом сделать. Если у вас позволяет размер рубашки, отрезаете планку и делаете застежку, как положено на женской блузке, чтобы петли были справа. Но у меня размер рубашки не позволяет. Я полностью отрезать не буду. А здесь вот просто сделаю маленький шовчик и потом пришьется кокеточка. Так, вот наши рукава. Значит, кокеточку будем кроить отсюда. Ну, можно отрезать вот эту нижнюю часть. Она точно нам не пригодится. Так, значит, с этой части, когда мы разрежем, будет выкраиваться кокеточка и прибавим там на складочки, на защипчики. Тут прибавим на ширину лапки шовчик. Немножко маловато, конечно, но ничего. Рукавчик мы сделаем вот такой. Вот у нас горловинка, здесь у нас ткань есть. Здесь вот прибавим на шовчик немножко. Да, вот такой, пожалуй, будет у нас рукавчик. Вот, вот такой. Теперь здесь разрезаем. Так, это изнанка. Наизнанке черканем. Так, значит, вот наша кокеточка. Ну и вот здесь вот мы, значит, будем делать всякую красоту. Получается, сначала мы отстрачиваем складочки, а потом уже накладываем эту выкраечку и будем вырезать потом. Так, вот здесь вот чуть-чуть, но вот как бы не хватает. И вот сейчас до меня дошло. Я отрезала вот таким образом. Отрезала вот таким образом, а не подумала, что вот здесь у нас продолжается рабочая, так сказать, ткань. Вот, видите, отрезала так, а вот у нас еще тут два с половиной сантиметра. Так что я небольшую оплошность сделала, но вам вот даю подсказочку. Если у вас вот такая застежка, то отрезать можно вот так ниже. А здесь потом можно подпороть. Так, я планирую сделать на кокетке защипы. Шесть штук. Ну, считаются защипы по миллиметру. Ну, пусть там изгиб еще, пускай будет по три миллиметра. Один и восемь десятых сантиметра. Округляем до двух сантиметров. Складочки также шесть штук. В готовом виде по 0,7. Это на ширину лапки. Ну, а так как складочка двойная, по полтора сантиметра грубо. Итого девять. Два плюс девять, одиннадцать сантиметров. Вот наш рукавчик. Вот наша выкроечка беленькая. Положила. Одиннадцать. Ну, и тут у нас еще будет шовчик. Получается двенадцать. Смотрите, двенадцать с половиной. Ну, то, что доктор приписал. Ну, вот просто как нельзя лучше. Рукав подходит на такую кокеточку. Все. Сильно вырезать не буду, потому что это просто нереально. Вырезать сейчас это неправильно. Мы сначала будем отстраивать, а потом уже выкраивать. Ну, вот эти швы, пожалуй, уберу. Очень важно, чтобы первая строчка была вот идеально все высчитана. Вот у нас первый будет защип. Значит, вот пыталась я отрезать ровненько, переплетение, ниточки тоненькие, невозможно понять, тем более здесь у нас крой неточный, вот чтобы был угол двенадцать градусов. И как я это делаю? Я беру вот, здесь у нас все ровненько, высчитываю, что шов соединения вот с этой планочкой будет 0,7. Значит, вот 0,7 откладываю. Пускай столько же будет до начала, значит, следующего защипа. Итого полтора сантиметра. Полтора сантиметра отмерила, ниточку потянула иголочкой. Она у меня как бы оборвалась, но неважно. Я думаю, вам видно. И вот я выдернула ниточку. И вот по этой выдернутой ниточке, сейчас можно это откладить, конечно, у нас будет первый наш защип, чтобы мы не ошиблись. Решила показать на второй кокеточке. Прямо можно вот так пинцетиком. И вот так ниточку выдергиваем. Если первую строчку сделаете правильно, то и последующие будут правильно. Лучше тянуть, конечно, две ниточки, потому что большая вероятность, что одна ниточка оборвется. Ну, даже если оборвется, уже нам понятно, где нам строчить наш первый защип. Все. Все равно нам видно уже. Так, определяемся, где лицевая сторона. На изнаночке у нас есть меточка. Значит, вот лицевая. Вот наша выдернутая ниточка. Видно на камеру? Вот, переодеваем по этой выдернутой ниточке и будем строчить. Чем меньше, тем лучше. По технологии защип 1 мм. Так, стежочек ставим ну, на двоечку, пожалуй. Так, стежочек так, сейчас покажу, как у нас получилось. Вот такой защипчик у нас получился. Потом мы его отгладим утюжком. Так, теперь берем и на ширину лапочки строчим второй защипчик. Складываем, не торопясь, примериваем к нашей лапочке. Смотрим, если здесь у нас будет строчка, то вот этот вот наш защип, видно оттуда? Вот этот защип, он должен вот здесь проходить. здесь вот у нас миллиметр, ну, примерно, можно сказать. А здесь вот наш защип упирается прямо в нашу лапку. И вот называется, что на ширину лапки. Значит, опять делаю защип и хочу, чтобы вы обратили внимание, когда вы строчите защип, надо смотреть не на иголочку, а на вот эту вот, на кончик вот этой лапочки. И вы видите, насколько ткань вправо заходит. Ну, вот будет она заходить тут на миллиметра полтора, точнее, глаз не возьмет. Так, теперь покажу, как получились у нас эти защипчики. Вот так они у нас получились. Теперь будем на этом же кусочке делать складочки. Так, складочка у нас 0,7 и расстояние между ними также. Ну, вот полтора сантиметра. Отступаем от нашего защипа, подкладываем под лапочку и смотрим, все ли нас устраивает. Вот здесь вот немножко ткань выглядывает. Значит, можно немножко правее уколоть, чтобы здесь вот именно было на ширину лапки, а слева, чтобы лапка наша упиралась в наш защип. И теперь смотрим уже вот сюда. Вот сюда смотрим, чтобы здесь было вровень с лапкой. Ну, и смотрим сюда. вот так выровняли на глазок, ручкой придавили, зафиксировали. Ну, если уж где-то на какой-то мизер съедет, ничего, конечно, смертельного нет, но стараться надо. Первую складочку проложили, отогнули влево. мы видим вот эту строчечку. Вот она оголенная как бы. Ну, а справа смотрим на ширину лапки, чтобы была наша складочка. Опять выравниваем. отстрочили наши защипы, складочки, теперь надо провести влажно-тепловую обработку. Вот я сложила складочку на ребро. Именно отглаживаю ребро каждой складочки. их не так уж много. Это займет совсем немного времени. Так, растягиваем вручную сначала наши защипы и отглаживаем их. Считается, что защипы такие должны быть маленькие, что они не должны заглаживаться ни в одну, ни в другую сторону. Ну, как показывает практика, заглаживаются они все-таки. Так, вот теперь складочки вот так же растягиваем и укладываем в нужную нам сторону. У нас складочки будут смотреть от центра полочки к пройме. То есть, вот так. Вот такие получились у нас защипы. и складочки с лицевой стороны и вот так с изнаночки. Довольно-таки хорошо. Накладываем выкройку, вырезаем. Совсем немножко у нас вырезалось. Значит, крой наш был точный. Вот так у нас вырисовывается верхняя часть нашей блузочки. Так, теперь займемся здесь у нас будет рюшек. вот это расстояние 26 сантиметров, ну и сантиметров 14 примерно на присборку, итого 40 сантиметров. Значит, я такие кружавчики, рюшики вернее, буду выкраивать. У меня есть два рукавчика с другой рубашки. Вот такие кусочки остались. если у вас нет никаких подобных кусочков, здесь можно использовать кружево, белое, может быть, шитье. Да, красиво подойдет сюда шитье. Так, и остались у нас кусочки, это вот с полочки, с рубашки, когда мы краили, это вот кокетка с мужской рубашки осталась у нас, это пойдет на воротничок. Воротничок у нас будет стоечка и может быть тоже с рюшиком. Итак, косую веечку выкроили, обрабатываем с одной стороны зигзагом, другую сторону прострачиваем, присобираем и пришиваем к нашей кокеточке. Рюшик пришила к кокеточке, вот так у нас получилось. И потом эту кокеточку с рюшиком пришиваю до нижней части полочки. Пришила, зигзагом обработала и вот здесь надрезаю ниже вот этого рюшика чуть-чуть. Теперь вот таким образом складываю и прострачиваю. Здесь вот у нас строчка есть и получается я буду строчить строчка в строчку. Этот срез потом обработаю. ну а здесь у нас неразрезная часть полочки. Просто прострачиваю чтобы было чтобы планочка была одинаковая. Пуговицы для удобства я отпорола. Потом конечно их пришлю снова. Будет вот такая планочка у нас. Так вот так выглядит теперь наша блузочка. Соединили верхнюю часть с нижней. рюшка вот здесь я рюшка отстрочила потом все это дело еще отгладится. Вот этот шовчик пускай будет вверх. Так вот наша планочка. Этот срез обработали и потом вовнутрь спрячем вот таким образом. Утюжком отгладим и будет аккуратненько. плечевые соединили обметали занимаемся рукавом. Так низ рукава посадила на челночную резинку. Вот такая резиночка. Как ею пользоваться кто не знает заходите ссылочка будет. На камеру не делала потому что таких видео у меня много. Верхнюю часть просторочила присобрала вложила в пройму наживила с металла некоторые меня учат нет такого слова наживила. Так втачала получается рукавчик чуть-чуть присобранный то что надо вот чуть-чуть такой прям вот фонарик фонарик настоящий как игрушка прямо. Так ну втачиваю сейчас второй рукавчик и будем заниматься воротничком. Так теперь нам надо сделать выкроечку воротничка стоечка. Скрепляем спинку и полочку вот таким образом в два слоя замеряем линию горловины 22 сантиметра проводим две линии вертикальную горизонтальную здесь вот где росточек 7-7,5 сантиметров идет у нас стоечка по прямой а здесь вот пошла выше выше вот это расстояние у нас 3 сантиметра 3 сантиметра очень удобно на ширину линеечки вот так ведем ставим пунктирные линии соединяем их вот здесь вот закругляем вверху ну и потом наш прибавим здесь 0,7 ну кругом в круговую прибавим 0,7 здесь ткань сгибается так выкрытика беленькая ткань беленькая ничего не видно вот значит наша кокетка она уже в два слоя сложили наложили выкрытику стоечки по 0,7 прибавили вырезали так вверху по стоечке будет у нас рюшек такой же как и здесь на блузочке так рюшек выкроили вверх обработали зигзагом значит вверх у нас идет по прямой а внизу где присборочка вот таким образом сходим на нет просто отрезаем значит здесь у нас 40 с небольшим хвостиком рюшек 60 с хвостиком ну получается 50% надо прибавить на присборочку за ниточку тянем присобираем лицевая к лицевой и вот таким образом пристрачиваем сначала рюшек а потом накладываем вторую часть воротничка и все это упаковываем чтобы рюшек был вот таким образом внутри вот так а потом он будет у нас сверху так теперь наживляем наживляем или сметываем это не имеет значения как назвать лишь бы сделать это все аккуратно лицевая сторона блузки лицевая сторона воротничка вот здесь вот очень важно чтобы все было тютелька в тютельку когда пристрочим стачаем чтобы было именно вот здесь на одном уровне и булавочками я сколола и еще в придачу сметываю контрастной этой ниточкой швом примерно 0,5 потому что стачивать будем на машинке швом 0,7 чтобы наши строчки не пересекались и движется наша блузочка уже к завершению пуговицы мы отпороли разумеется их пришьем отгладим блузочку так сметываем иголочки убираем когда здесь стачаем эту часть подвернем все так же наживим и прострочим здесь 0,1 от сгиба и с лицевой стороны вот здесь отстрочим тоже на 0,1 и будет у нас вот такая блузочка так решила показать как я вот здесь вот наживляю для того чтобы потом отстрочить аккуратно если вот здесь ниточкой не закрепить будете отстрачивать хоть с лицевой стороны хоть с изнанки ну хотя с лицевой надо конечно отстрачивать то вот будут вот такие наплывы неравномерные больше меньше поэтому я беру прям вот так тяну за вот этот рюшек а вот эту часть воротничка вот так опускаю вниз и закрепляю все это ниточкой и тогда когда мы будем отстрачивать строчка у нас будет аккуратная никакого наплыва вот в этой области не будет вроде бы мелочь а надо знать чтобы работа была наша как можно аккуратнее и еще нас учили в швейном училище столько лет прошло вот какие-то тонкости такие которые как будто бы технологии пошива не имеют отношения запомнила на всю жизнь если шьете белое изделие как сейчас мойте чаще руки потому что руки кажутся чистыми они они тоже потеют и так далее и работа может быть неаккуратной так продолжаю так решила показать еще один нюанс значит когда будете пришивать воротничок вот наша стоечка вот наша блузочка вот этот шовчик на стойке обязательно сделайте вот вразутюшку когда пришивать будете к блузочке вот шовчик вразутюшку в блузочке пришили и вот когда будете здесь отворачивать вот здесь будет аккуратнее вот здесь будет аккуратнее потому что шов внутри вразутюшку вот такая мелочь тоже надо знать все воротничок пришили блузочка готова наша полностью значит как я пришивала воротник вот эта вот строчка именно отстрачивают на мужских рубашках с изнаночной стороны чтобы пришить наверняка наверное замечали на мужских рубашках вот эта строчка даже на фабричных на фирменных вот эта строчка бывает не идеальная потому что строчат с изнанки ну как бы в мужских рубашках это не так важно эта строчка она закрывается воротничком но у нас воротничка нет у нас рюшек который смотрит вверх а здесь вот открытая строчка и поэтому я разумеется эту строчку прокладывала с лицевой стороны чтобы она была идеальная эта строчка хотя бывает что с изнаночной стороны эта строчка не всегда бывает идеальная ну лучше пускай она будет с изнанки не идеальная чем с лицевой стороны вот здесь допустим сантиметрика 3 строчка край воротничка стоечки не подхватила и поэтому по технологии допускается тоненькой ниточкой ну такой как строчила я значит по тайными такими меленькими стежочками за строчку вот здесь вручную я подшила с лицевой получается воротничок строчка все идеально все блузочка наша готова полностью все нравится все вот эти наши защипы складочки все аккуратненько так не помню говорила я или нет значит вот здесь я отстрочила а здесь просто шов отгладила вот таким образом сюда вверх ну и сделала петлю насколько это возможно на подольской машинке разрезала ее все будем мерить блузочка с рубашки готова надеюсь видео это пригодится вам вот такая блузочка у нас получилась летняя нарядная белая блузочка из мужской рубашки можно так мне так больше нравится можно блузочку заправлять в юбку можно носить со строгой юбочкой с карандашом и с женственной тоже красиво с юбочкой до свидания всего доброго до свидания